Привет, капитаны! В эфире от WChannel, канал, где изучают корабли. Разберем подробнее немецкий премиум линкор «Фальц» и сделаем выводы о том, стоит ли тратиться ради его получения. Линкор создан на базе хорошо известного нам прокачиваемого линкора 6 уровня «Бавария». «Бавария» – отличный линкор. И я помню, когда проходил ветку немецких линкоров, то корабль действительно очень понравился, так как в нем уже на 6 уровне проявляются характерные черты немецких линкоров, в том числе хорошее бронирование, сложно доставаемая цитадель и ПМК. Да, у «Баварии» на 6 уровне уже довольно неплохой ПМК, но у него есть два недостатка. Он бьет не очень далеко, 8,5 километра в полной прокачке и не очень точно. Так вот, у «Фальца» ПМК как раз улучшили по дальности – 9,5 километра в полной заточке. И в одном из последних изменений ему подняли точность до уровня «Принца Генриха». Вот мы видим, что у «Баварии» горизонтальное рассеивание ПМК составляет 372 метра, а у «Генриха» – 228. Это очень серьезная разница. У «Бфальца» значит тоже 228. И такое улучшенное ПМК, конечно, еще не назовешь зверским. Это вам не «Принц Руприхт» и тем более не «Шлифинг», но для седьмого уровня оно весьма солидное. Следующее, чего не хватало в «Баварии» – это торпед. Все-таки линкор ближнего боя и без торпед как-то не солидно. Без них в «Клинче» сложно стабильно доминировать. А у «Бфальца» торпеды есть, причем отличные и уникальные. 9 расположенных ниже ватерлинии однотрубных торпедных аппаратов с доводящимися торпедами, как у британских линейных крейсеров. По 4 торпедных аппарата расположены с бортов, а один – в носу корабля. Отличные углы наводки. А одна торпеда вообще вылетает строго из носа. Это крайне редкая штука не только для линкора, но и вообще для любых кораблей. Такой носовой аппарат только у подводных лодок есть и больше, так сразу и не припомню у кого еще. У всех остальных хоть немного, но надо доворачивать корпус при пуске торпед. А тут одну торпеду можно кинуть вообще без доворота, строго с носа и совершенно неожиданно для соперника. Торпеды достаточно хорошие по своим параметрам. Перезарядка бодрая – 75 секунд. Разве что скорость не очень высокая – 58 узлов, но это компенсируется низкой незаметностью 1.3. Ну и дальность хода – 8 километров при маскировке корабля 12.1. То есть из инвиза не покидаешь. Эти рыбки только для клинча. Гапа нет. Но на седьмом уровне у всех остальных немецких линкоров его нет тоже. В общем, по части торпед и ПМК – это серьезно улучшенная Бавария. И такой корабль на шестом уровне рвал бы всех и вся. Да вот незадача. Пфальц закинули на седьмой. Не только не увеличив ему количество боеспособности, но даже почему-то чуть уменьшив. 51.600 у Баварии против 51.400 у Пфальца. И бронирование такое же, как у шестерки. И скорость – невысокие 26.3 уже с флажком. Разве что чуть докинули ПТЗ и ПВО. Но это мало на что влияет. А вот небольшое количество боеспособности и низкая скорость корабля уже влияют серьезно на фоне линкоров седьмого уровня. К тому же, если у Баварии серьезный для уровня калибр 380 мм, то у Пфальца только 283. Да, орудий 12, а перезарядка их довольно бодрая – 27.5. То есть ДПМ в целом высокий. Но все же там, где Бавария могла бы шотнуть линкоры, Пфальц чаще всего довольствуется белым уроном. Если только бой не идет на совсем уж коротких дистанциях. Впрочем, зато крейсеры он разрывает весьма неплохо, если, конечно, попадет. Так как точность у орудий главного калибра – посредственная. Не совсем уж косой дробовик, Сигма все-таки 1.8, но далеко не точный. И поиграв на Пфальце довольно много, я могу сказать, что в боях на своем уровне это достаточно мощный и интересный линкор. Разве что скорости уже не хватает на фоне других линкоров седьмого уровня. Но в целом, несмотря на корпус шестерки, Пфальц для семерок – достаточно грозный соперник и серьезная конкуренция. Но вот только семерки часто кидает к восьмеркам и девяткам, которые уже являются кораблями принципиально другого уровня мощности. У них уже и бронирование гораздо лучше, в том числе в оконечностях полноценные 32 мм, а не 26. И орудия существенно мощнее, и скорость серьезно выше, и боеспособность, да в общем все. И воевать с ними на утюжке со скоростью 26,3, боеспособностью шестерки и мелкашками калибра 283 мм – откровенно грустно. Если бы ход скорости дали больше, тогда можно было бы играть в стиле тяжелого крейсера. Но нет, корабль очень медленный, поэтому в перестрелках восьмерки и девятки над ним жестко доминируют. Остается лишь шанс насадить их на торпеды в ближнем бою. Но это надо еще доехать. А на этих уровнях злые эсминцы, подлодки, авики. А у нас даже гапа нет. В общем, я на довольно большом количестве кораблей низких уровней могу вполне комфортно, эффективно и с удовольствием играть против кораблей старших уровней. Но Пфальц к таким не относится. В рангах на семерках корабль безусловно зайдет. Хотя самым сильным линкором седьмого уровня я его, конечно, не назову. Но для рандома кораблик, на мой взгляд, не особо подходит. Когда в топе, то никаких проблем. Но с восьмерками и девятками становится не просто хуже, а резко хуже, так как по сути вы играете на шестерке. Другим линкорам седьмого уровня в таких условиях легче. Так что целесообразность трат на Пфальца, Дублонов я бы не назвал высокой. Для рангов, коллекции, ради красивенького камуфляжа. Но ранги на семерках у нас нечастны и пролетают быстро, так как старшие лиги обычно проходят на кораблях более высоких уровней. В общем, в итоге решать вам, стоит ли тратиться на Пфальца. А это видео, надеюсь, поможет вам определиться максимально объективно. А в ответку вы не забудете поддержать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Крейсер врага потоплен. Пробитие! Наша команда близка к победе. Вижу из меня с противника. Наша команда близка к победе.